Всем привет, канал Звук. Сразу попрошу вас подписаться на канал, если еще кто не подписался, обязательно подпишитесь. И всем уже большое спасибо, кто уже подписался и смотрит, ставит лайки и так далее. С наступившим 2022 годом, и надеюсь, этот год будет получше, чем был предыдущий. Поехали к теме. Это анализатор панорамы и анализатор фазы. В принципе, тема не очень такая сложная для понимания, и те, кто уже смотрел видос про панораму, там видел много раз сам анализатор, который нам показывает панораму. В принципе, ничего сложного для понимания нет, визуально все очень понятно. И в принципе, по фазе будет примерно то же самое. Так что я решил их соединить два анализатора в одну тему, и поэтому я надеюсь, что будет все очень понятно и просто. И давайте пойдем сразу посмотрим, что у нас в DAF есть. Смотрите, что у нас по панораме. Это вот такая вот штука, которая показывает у нас панораму. То есть, если вы не смотрели, сейчас всплывет сверху справа подсказка у вас на видео, и вы сможете посмотреть видос про панораму и увидеть там этот анализатор, понять, как он работает и так далее. Собственно, смотрим. Перед нами есть такой экран, есть правая сторона, то есть вот тут указано право, вот тут указано лево. Вот эта точка, это где мы якобы находимся, наше место прослушивания. Вот этот вот треугольник с синими линиями, который отчерчен, это наш, скажем так, угол прослушивания. То есть, если к вот этой линии сигнал подходит к правой, то это полностью правый канал. Если у нас сигнал подходит к левой линии, и он такой полосой, ровный, как иголка, то это левый канал. Все, что звучит в промежутке между вот этими двумя правым и левым каналом, это у нас получается стереосигнал. Давайте посмотрим, как звучит стереосигнал. Видно, что сигнал у нас идет от левой до правой, почти достает, то есть это реально стереосигнал, его видно. И мы видим, что сейчас сигнал где-то примерно у нас посередине. Мы видим его, скажем так, динамику по громкости в разном направлении. И по сути, мы можем понять, что это стереосигнал, поскольку вот это вот движение в разных направлениях, это и есть у нас стереосигнал. Что мы видим вот здесь по бокам, это у нас антифаза, то есть противофаза. Про противофазу также есть видосы, есть и по фазе, и по противофазе. Вернитесь снова назад по видосам, сейчас будет подсказка сверху. И посмотрите, что значит фаза, противофаза, как ее определять, что это вообще значит и так далее. Сейчас нам нужно понять, что этот анализатор также может вам показать противофазу. То есть вот даже на этом примере видно, вот мы сейчас очищаем, нажимаем очистку и включаем этот пример снова. И мы видим, что у него много сигналов в противофазе, ну и даже слышно, как он звучит немного странновато. И что касается фазы и противофазы, есть еще анализаторы, которые показывают фазу. То есть в фазе ли сигнал, или в противофазе сигнал. То есть вот смотрите, тот же спан-анализатор, который у нас был в прошлый раз, мы его рассматривали как анализатор спектра, и у него вот тут в углу есть такая вот странная штука, называется correlation meter, то есть измерение фазы. Если у нас вот здесь сигнал справа, и он держится на единице, то это у нас полностью сигнал в фазе. Если же у нас сигнал в минус единице, то есть вот эта шкала полностью заполнена, и она с левой стороны, это значит, что у нас сигнал в полной противофазе. Сейчас мы посмотрим. Вот, мы видим на паз аналайзере, который вот этот у нас снизу маленький, мы видели на нем много противофазы. Теперь давайте посмотрим на вот этот коррелометр, который у нас сверху, и поймем, как выглядит фаза на нем. То есть здесь мы ее видим прям визуально красиво, а здесь у нас просто такая шкала. Так что если вы увидите вот такой вот анализатор фазы, то тоже его не пугайтесь, он тоже самое показывает, что и вот здесь снизу на пазе. Ну просто в пазе это более как-то визуально красиво, для глаз приятно. И слушаем тот же самый пример. Ну и в общем-то вы видите, что фаза здесь не стоит ни на нуле, а прыгает в разные стороны. То есть постоянно сигнал то попадает в фазу и поднимается вот сюда вот выше, ближе к единице, то попадает в противофазу и возвращается вот сюда вот куда-то на минус 50, там может быть иногда больше, иногда меньше. Все это зависит от сигнала. И если вы делаете свои миксы, то вот хотя бы по такому коррелометру вам нужно проверять свой микс. То есть ваш микс должен быть всегда вправо от нуля. Этих коррелометров может быть целая куча, они могут быть встроены там, не знаю, в изотоп инсайте, где-то еще. Но смысл их работы всегда вот такой. То есть правая сторона, где у нас плюс, плюсовые значения, это вот у нас всегда значит сигнал в фазе. Если у нас вдруг сигнал в противофазе или постоянно сюда прыгает очень часто, значит у вас есть какие-то фазовые проблемы и попытайтесь их решить, если это возможно. Ну и собственно можно также проверять, когда вы допустим делаете ударную установку, вы можете тоже повесить и посмотреть, ударная установка у вас играет в фазе и большую часть времени у вас находится вот здесь измеритель. Или же у вас много всякого в противофазе и вам нужно там что-то подровнять. Так что теперь вы знаете про такой вот измеритель. Но можно и смотреть и вот по такому попаз анализатору, он делает то же самое, просто более визуально красиво выглядит. Здесь мы видим вон прям в какую сторону, сколько чего и даже по громкости видим куда у нас что попадает. Поэтому это вот такой еще один из анализаторов, который анализирует и панораму и одновременно фазу. Вот в этом же в спан-плюсе у нас есть вот такой вот маленький коррелометр, который показывает дополнительно еще и фазу к вот этим всем нашим измерениям. Тут есть еще, как вы видите, и другие измерения, но мы к ним перейдем тоже попозже. И смотрите, есть еще вот такая штука. Это очень интересная штука. Снизу мы точно так же имеем коррелометр вот такой вот, то есть если у нас играет сигнал... Мы снова видим вот эту вот пляску с противофазой, то есть сигнал не всегда на единице. Когда у нас проблем с фазой нет, то сигнал примерно будет вот такой. Ну то есть вы видите полностью единица, потому что проблем никаких с фазой нет. Когда фазовые проблемы у нас были, то все это было видно, как прыжки туда-сюда, и нестабильно такая, скажем так, нестабильно стоит на одном месте. И вы, конечно же, увидели вот этот вот экранчик, на котором происходит странное. Странные какие-то движения чего-то, и непонятно, что это значит. Здесь есть вот такие вот подписи, то есть это у нас моностерео, правый-левый канал. В принципе, вот такую штуку я никогда не использую в замерах каких-то там, ну в использовании, когда сводишь какие-то миксы и так далее. Его можно использовать, этот фазметр, скажем так, для определенных задач, то есть для тех, для которых его и разработали. Давайте посмотрим, что это такое у нас. Это у нас фигура Лесажу. Был такой человек, который придумал вот такое вот явление, скажем так, с помощью света, и он цеплял зеркало на один камертон, потом на второй, и посылал туда свет. Один камертон вибрировал в одной одной частоте, другой камертон на другой частоте, и получалось, что луч света постоянно искажался и создавал вот такие вот странные вибрации. Если же у нас было два камертона на одной частоте, то это получалось у нас в форме такого овала, скажем так. И неважно на какой частоте камертоны, если частота совпадает максимально, то у нас получается такой овал на одном месте, скажем так. Он немножко там подергивается, но он стоит постоянно в форме такого овала всегда. Если же у нас частота не совпадает у камертонов, кстати, так можно было и камертоны замерить, насколько они точно играют друг относительно друга. И вот, собственно, сам рисунок, как все это было сделано, и получались вот такие вот рисунки. То есть камертоны тряслись, один в своей частоте, другой в своей, и если они совпадали, то получались рисунки. Если они не совпадали, то получались другие рисунки. В принципе, вот статья на хабре, вы можете по названию ее загуглить, посмотреть, как тут что описано и так далее. И также вот фигуру Лесажу на Википедии. И вот тут написано, что применение в технике для сравнения частот. Если мы в анализаторе глазами не можем определить точную частоту, например, там 51 Гц с половиной, и мы не можем на нашем анализаторе увидеть, точно ли у нас две волны одинаковые или нет, то с помощью вот этого мы, в принципе, можем узнать. И давайте проведем некий опыт. Кстати, да, вот тут вы можете тоже почитать на Википедии про фигуру Лесажу. И давайте посмотрим, что это такое и как это вообще работает. У меня висит тот же генератор, что и в прошлый раз. Это 50 Гц, я сделал его дубль. И сейчас мы посмотрим, как будут рисоваться фигуры относительно наших частот. То есть, смотрите, я включаю 50 Гц. И у нас это играет в моно. То есть мы видим, моно показывает и показывает моно сигнал. Выключаем. Теперь у нас есть второй сигнал, точно такой же. Генератор настроен на те же 50 Гц, точно так же, как и первый. Включаем. Получаем точно так же моно. Но там написано в Википедии, что мы можем сравнить эти два сигнала, и тогда рисунок как-то нам будет показывать. Мы берем один сигнал, уводим влево, а другой сигнал уводим вправо. То есть мы их развили в разные стороны, чтобы теперь можно было сравнить и увидеть на этом анализаторе. Теперь я включаю левый и правый генератор. Когда я включаю левый, мы видим полоску, показывающую налево. Если я включу правый, это будет показываться полоской направо. Если мы включаем вместе, мы видим вот такой интересный круг. То есть мы видим, что частота полностью совпадает. И как бы это не круг, а овал, который в пространстве у нас летает. И давайте попробуем теперь постепенно изменять частоту и смотреть, что у нас получается. И вот пошло вот такое движение. Мы изменили даже не на 1 Гц, а на 1,1 Гц. И уже пошли изменения. Мы можем создавать вот такие вот интересные фигуры. При этом мы видим, как фаза плавает туда-сюда, поскольку частоты наши. Одна частота у нас на 50 Гц, а другая немножко больше. И эти волны в определенные моменты не совпадают. То есть не может 50 Гц полностью совпасть с 50,2. И поэтому вот такое есть движение. Если мы снова выставляем 50, то снова все, наш овал останавливается. Если мы ставим 100 Гц, мы видим вот такую вот интересную фигуру. Также если мы поставим 200 Гц, мы увидим другую фигуру. И так далее. Такая вот интересная штука. И мы из нее поняли, что если два сигнала полностью соответствуют друг другу, то мы видим какой-то круг, овал или что-то такое. Поэтому если у нас на каком-то анализаторе мы не можем понять две одинаковых частоты, ну или очень близких, то мы можем посмотреть по вот этому анализатору. Но снова я повторюсь, я никогда вообще в жизни его не использовал. Только чисто для красоты его можно развернуть. Он там интересно как-то прыгает, и все красиво вот так вот выглядит. Очень странно и необычно. Можно кому-то показать и сказать, смотри, какая красота там у меня. Что мы еще можем узнать? Это если я буду сдвигать один из этих сигналов. То есть я сейчас поставлю тут 50 Гц точно так же, и тут 50 Гц. И теперь мы с помощью эффекта Хааса мы будем сдвигать один сигнал относительно другого. И посмотрим, что у нас тут же также показывается. Вот наш коррелометр опять же снизу. И что будет у нас с этими фигурами. Давайте посмотрим. Вот сейчас у нас круг. То есть сигналы полностью совпадают, и даже какие-то вон есть проблемы с фазой, почему-то возможно из-за плагина. Теперь мы включаем плагин и двигаем. Мы видим, как снизу фаза уменьшается в положительную сторону. То есть время, видимо, у нас включены волны, и они немножко у нас отстают друг от друга, и поэтому вот это вот изменение по времени у нас выравнивает фазу. И теперь у нас фаза пошла наоборот в плюс. А круг становится вон более каким-то круглым, интересным. И вот чем лучше фаза совпадает, тем сигнал становится более монофоническим. То есть мы видим, что происходит. То есть изменение фазы также влияет на отображение вот этого рисунка нашего. Эта вся штука используется в электронике, когда нужно настроить какие-то сигнальные генераторы чего-то, тех же синтезаторов, скорее всего. Возможно, настраивать по осциллографу. И вот такие вот показания на осциллографе также помогают настроить точную частоту генератора одного, второго и так далее, чтобы они все были на одной частоте. Поскольку в схемотехнике это все не так просто, как у нас здесь в DAF, и там такого нет, что я покрутил ручку и уже все подстроил идеально ровно. Поэтому вот, чтобы вы знали и не пугались вот такого вот анализатора с фигурами Лиссажу, вы можете теперь знать про него. Использовать или нет, это ваше желание, по сути, если оно вам вообще будет нужно. Но я хочу, чтобы вы об этом знали и могли это все использовать. В принципе, про панораму, я думаю, все понятно. Если у нас панорама есть какое-то движение в какую-то сторону, то у нас и здесь что-то изменяется. То есть вот давайте я сейчас включу один сигнал. Мы видим, сейчас наш сигнал был влево полностью. И вот у нас такая вот иголка слева. Если я его буду двигать ближе к середине, наша иголка передвигается в середину. Также, если я двигаю вправо, все двигается вправо. То есть это как визуально такая штука, куда ты глазами повернул, туда собственный звук и идет. И точно так же работает панорама. Если панорама на центре у нас стоит, значит звук будет в центре. Если мы повернули ее влево или вправо, то будет сигнал слева или справа. Все логично, все адекватно. Также, если мы включаем стерео какой-то сигнал, то он распространяется вот в этом вот пространстве синим. Если есть какая-то противофаза, то она отображается здесь. Также противофазы можно посмотреть по корилометру, то есть в фазе сигнал, если он справа, и если он не в фазе, то слева. И так же можно посмотреть по такому вот дополнительному, скажем так, по фигурам лесажу. Можно тоже понять в фазе сигнал или нет, или там волны совпадают или нет. Ну и так же можно понять моностерео, слева сигнал или справа. Если вам удобнее такое отображение сигнала, скажем так, то можете использовать его. Ну а на сегодня все. Подписывайтесь на канал. До следующего видео. Пока. Не болейте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok